Дорогие телезрители, здравствуйте! В эфире телепередача «Сельхозбизнес. Сегодня и завтра. Разговор с первым лицом». С вами ведущий Сергей Профатилов. Сегодня темой нашего разговора будет «Технология будущего. Точное земледелие как залог прибыльности сельхозпроизводителя будущего». Сегодня у нас в гостях директор по маркетингу компании «Джон Дир» по России и СНГ Михаил Маклаков. Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте, Сергей. Михаил, не секрет, что мы знаем друг друга уже и имели опыт сотрудничества. Сегодня мы будем обсуждать тему технологий будущего. Почему эта тема, с твоей точки зрения, важна и актуальна сегодня на сельхозрынке? Сергей, спасибо, что пригласил на такой честный открытый разговор. На самом деле такие вещи очень интересно обсуждать, потому что очень много плюсов, минусов, очень много разного толкования этих идей. Я хотел бы начать со снов, почему, в принципе, очень приятно видеть сельхозбизнес сегодня и завтра и посмотреть, как это будет развиваться, как направление это развивается. Очень интересно видеть то, что популяция населения растет, мы прирастем плюс 2 миллиарда к 2050 году, и сейчас абсолютно все умы задействованы в решении проблем, как мы накормим такую новую армию всего мира. Почему? Потому что все привыкли, что сельхозбизнес, он есть. Он есть, он сам по себе есть, он что-то приносит, мы бьем определенные рекорды по урожайности, это все отлично, все хорошо. Но потихоньку мы начинаем задумываться о нескольких вещах. Первая вещь это, как не только достичь определенной рекордной урожайности, а как сделать определенную себестоимость этого продукта. То есть мы бьемся и начинаем уже себестоимость. Как это сделать? Вот здесь мы должны уже несколько переориентировать себя от стандартного ведения бизнеса на более точное, более прозрачное, более, скажем так, системное. Вот здесь мы видим определенное будущее этого развития. Есть ли технологический ответ на те вопросы, которые сейчас ты озвучил? Конечно, он есть. Опять же, мы говорим что? Мы говорим о сельхозбизнес будущего. Для кого-то это будущее, далекое будущее, для кого-то будущее уже сейчас, для кого-то будущее вчерашний день. То есть мы в России здесь находимся в такой уникальной ситуации, когда сельхозбизнес развивается хоть и циклично, но с определенной последовательностью. До настоящего момента, скажем так, еще лет 10 назад никто не знал о том, что сельхозбизнес будет иметь обороты развития. Все работали с старым устоявшим оборудованием, оборудований этого на рынке достаточно много, и все задействовали развитие бизнеса каким методом? Нам нужно получить самый большой трактор. Нам нужно трактору получить самую большую сейлку. Нам нужно поставить это на поле, чтобы это нам оборудование вместе, как комплекс, приносило какую-то прибыль, а как? То есть выполняло какие-то технические операции. То постепенно возникает изменение формата. Какой формат? Нам нужно отходить от оборудования, как от поставки просто чего-то железного. Все привыкли к железу. Но мы уже переходим к технологиям. О какой технологии мы говорим? Мы говорим о разных технологиях. Мы говорим о новых технологиях земледелия. Переход от стандартной обработки почвы, использования плуга, к нулевой или минимальной обработке. Мы говорим о работе с информационными системами. Клиенту необходимо видеть определенную прозрачность этого бизнеса. То есть потребностей много в зависимости от размера клиента, в зависимости от направления этого сельхозтоваропроизводителя. От истории его. То есть есть определенные потребности. И для каждой из групп мы можем, не то, что мы вынуждены, мы хотим, и мы можем сделать определенные комплексные предложения. Вот почему мы говорим о целом комплексе и о подходе к каждому клиенту в частности. То есть технологии, как мы говорили, да, уже, минимальной или нулевой технологии обработки почвы. Это информационное пространство. Есть определенные, скажем так, программы, которые позволяют контролировать, как, где работает машина, сколько топлива она потребляет, какое количество средств защиты растений, химии используют, как оптимизировать эти расходы, как убезопасить себя от того, чтобы машина была неправомерно... кто-то неправомерно завладел этой машиной. То есть комплексов много. Правильно я понимаю, что все это можно объединить одним названием точное земледелие. Абсолютно точно. Можно тогда, вот еще раз, какие ключевые параметры этого термина мы сегодня уже видим или завтра можем увидеть здесь у нас в нашей стране? Ну, давайте начнем с самой такой базовой потребности. Первая базовая потребность, это, как мы с вами говорили, это определение себестоимости. То есть есть внешние факторы. Мы все живем во временах, когда мы не можем влиять на все, особенно в сельхозбизнесе. Мы до конца не знаем, какая будет цена на урожай. Каждый год для сельхозтоваропроизводителей это определенная загадка. А сколько будет стоить то, что я произведу? Это абсолютно не то, что не прогнозируем, а сложно прогнозируем такая вещь, потому что может быть засушливый год, может быть наоборот урожай, и, наверное, от этого цена может влиять, меняться очень сильно. Второе, где мы видим более-менее стабильность, это стоимость топлива. Какое будет топливо, сколько будет цена, как мы можем этим управлять? Ну, наверное, никак, потому что внешний фактор, согласитесь. Третье, что мы можем посмотреть? Химия. Большинство химии, да, действительно, у нас и локальных поставщиков есть, достаточно количество импортируемой продукции. То же самое, как и зерно, да, как семенной материал. Поэтому мы здесь, как бы, сельхозпроизводитель, он привязан вот к этим внешним факторам. Он не может повлиять на цену этого продукта. А на что он может это повлиять? Он может повлиять на количественные составляющие, то есть сколько он этого потратит. То есть не секрет то, что топливо, это большая статья расходов, очень большая. Как контролировать? Есть определенная программа оптимизации расхода, оптимизации логистики. Да, как эта машина будет работать? В любом случае, да, от того, как она работает, на каких площадях, как четко поставлена логистика, мы можем сэкономить до 20% от топлива, то есть от суммы, да, от количества литров. Только за счет оптимизации. Кроме того, мы можем контролировать использование машины. То есть часто такое встречается, я как бы не хочу говорить что-то плохого, но иногда случается, что собственник техники вынужден следить за тем, как машина эксплуатируется. Ну это нормально? Да, потому что иногда операторы хотят где-то там попробовать заработать на стороне, выехать за границы поля, либо где-то делать слив этого топлива. Поэтому топливо это часть, которую действительно нужно контролировать. И эти системы, наши системы, помогают делать контроль расхода. Когда машина заправлялась, где она работала, вылежала ли она за границей поля, где она должна работать, сколько топлива при этом она потратила. То есть это такая вещь, которая должна контролироваться. То есть такая составляющая, которая должна контролироваться. Второе, ну не секрет, что действительно химия стоит дорого. Посчитайте, сколько каждый сельхозпродаватель знает, насколько емкое это определение стоимости химии. Как можем сэкономить? То есть здесь мы тоже можем до 20-30% сэкономить владельцу техники, владельцу полей, владельцу этого бизнеса за счет исключения перекрытий. Поля неоднородные, поля бывают разные, разная геометрия этих полей. Причем поля могут быть с уклоном. Просто представьте, что у вас абсолютно ровное поле, как этот стол. И вот на этом ровном столе вы ровным слоем распределяете это удобрение. В принципе все нормально. Но обратите внимание, что где-то почва может быть разной. Все мы знаем. Здесь более заболотистая местность, здесь у нас более кислотная почва, здесь у нас почва богата больше фосфором и так далее. Поэтому в вегетативный период будет, скажем так, цветение будет разное. И внесение удобрений может быть тоже разное. То есть где-то нужно больше удобрения добавить, где-то нужно меньше удобрения добавить. Поэтому наша технология, и Джон Дирь в этом мировой лидер, позволяет правильно распределять это, скажем так, это сырье по вашему полю. Но кроме этого, у нас же есть еще и перекрытие. То есть поле может быть неровное, как квадратное, определенный квадрат. Оно может быть каким-то лесным массивом. Где-то может быть, уйдет в треугольник, где-то там какой-то квадрат. Поэтому если мы будем работать стандартным проходом, у нас может получиться, что какие-то участки будут либо обработаны два раза, либо на какие-то просто не будет прохода, где-то вообще это удобрение попадет. Правильно я понимаю, что Точный земледелий отвечает в том числе и на те вопросы, которые сейчас ты только что озвучил. Конечно, конечно. А каким образом все вместе может видеть сельхозпроизводитель? Говоря про вот все эти фантастические вещи, которые только что ты озвучил, как это происходит? Большое спасибо за вопрос. Я хотел бы, чтобы все-таки мы воспринимали... Я думаю, что телезритель, даже я уверен, что многие телезрители смотрят и говорят сейчас, ну, ты же очень просто говоришь, мы давно этим уже пользуемся. А для кого-то это еще как бы неоткрытая книга, неоткрытая страница. Я хочу сказать, что это очень просто все. Это так же просто, как вот, не знаю, телефон сейчас карман достану. Когда-то лет 10 назад никто даже не представил, что есть такие смартфоны, как им пользоваться. И все смотрели на них со стороны и думали, ну, а как это работает? Сейчас это так вошло в наш обиход, что мы к этому привыкли. Мы просыпаемся с утра, открываем почту, смотрим, что написал, кто там позвонил, кто-то смотрит хоккейные матчи ночью, там, НХЛ там проходит. То есть, в принципе, все это доступно и легко. Поэтому то, что я вам говорю, какими-то, может быть, несколько метафорическими терминами, там, далеко вперед идущими инновациями, поверьте, это очень просто. Мы максимально упрощаем жизнь клиенту. Каким образом? Мы все собираем в определенную структуру. Что есть структура? Структура — это дилерская сеть, да, определенная дилерская сеть. Производитель подготавливает почву для себя, да, каким образом он это будет обслуживать. И сеть уже готова помочь вам и подобрать вам оптимальные решения. Какие вам необходимы машины? Каким к этим машинам, к силовому модулю, к трактору необходима сейлка? Какой сейлкой, какая машина будет работать на какой площади? Какие технологические решения можно предложить? Образно, есть определенный формат. Мы называем его General Operational Center, который стантует в ноябре 2017 года. Представьте, что утром вы просыпаетесь и открываете компьютер. И на компьютере, вот в простом интерфейсе, вы видите, где находится ваша машина. Какие конкретные операции они выполняют? Какой уровень топлива в этих машинах есть? Какой расход топлива у этих машин был? Какое количество площадей они должны обработать? Какое сервисное обслуживание этих машинах запланировано? Кроме этого, далеко перед идущими факторами, какая погода ожидается в той или иной области? Возможно, дождь или не будет дождя? Какая будет влажность? Какие урожайности вы уже сейчас собираете? То есть максимально, если абстрагироваться от сложных технических терминов, мы просто представляем, что у вас единое лицо. Вы открываете компьютер и видите всю информацию, некую прозрачность вам это дает. То есть зачем это нужно? Чтобы огородить вас от тех сложностей, с которыми вы каждый раз в встрече сталкиваетесь каждый день. Сельхоз бизнес очень тяжелый, очень тяжело прогнозируемый. Это очень, скажем так, кто работал в этом, знает. Тяжелая страда, допустим, лето, кто-то отдыхает на море и пьет сладкие коктейли, вкусную воду. А кто-то полностью погружается в этот бизнес, заходит в поле и в этом поле живет. Представляете, что у вас сейчас, мы даем большее количество времени вам, чтобы вы могли на экране компьютера посмотреть все технологии, посмотреть все машины, где в каком месте работают, какие операции выполняют, что им запланировано и какая будет у вас образа, урожайность, качество этого урожая и так далее. То есть это по-английски симплификация, как мы это называем, упрощение вашей жизни. То есть вот эти технологии, которые мы пропагандируем, те технологии, которые мы сюда внедряем. Ну, Михаил, выглядит действительно футуристично очень, если говорить о восприятии того, что я только что услышал. Но с другой стороны, выглядит про нас, про наше сегодняшнее сельскохозяйство. И видно, что, наверное, это было бы полезно нашему сельхозпроизводителю. Ну вот об этом мы с вами поговорим более подробно после рекламной паузы. А сейчас рекламная пауза. Редактор субтитров А.Семкин В эфире программа «Сельхозбизнес сегодня и завтра. Разговор с первым лицом». С вами ее ведущий Сергей Профатилов. В фокусе нашего сегодняшнего разговора тема технологии будущего. Точное земледелие как залог прибыльности сельхозпроизводителя завтрашнего дня. С нами сегодня гость, директор по маркетингу компании «Джендир Россия и СНГ» Михаил Маклаков. Михаил, мы до перерыва с тобой обсуждали тему точного земледелия и разговаривали о том, что это себе представляет, что это дает нашему сельхозпроизводителю. Закончили мы на том, что это действительно какая-то уникальная вещь, которая вроде бы кажется чем-то малореалистичным для сегодняшнего дня. На самом деле это не настолько сложно и не настолько комплексно, чтобы это не было возможным сегодня уже начать использовать, чтобы это не вошло в обиход нашего сегодняшнего сельхозпроизводителя. Раскрой, пожалуйста, дальше я тебя прервал, эту тему. Ну, тут самое главное понять, насколько готов собственник бизнеса модернизироваться. Это факт. То есть в любом случае мы смотрим на жизнь сейчас, мы смотрим на необходимое количество инвестиций в будущее, и каждый для себя определяет, собирается он меняться или не собирается. Но общие тенденции показывают то, что большинство сельхозпроизводителей смотрят уже на бизнес более системно, более структурно. И каждый для себя по готовности, они выбирают на какие конкретно опираться, на какие опции они фокусируются. Для маленьких ферм, которыми владеет семья, у которых небольшое количество земли, допустим, на этом образце есть такие фермы, у которых 2000 гектаров, и они с ними работают. Для них минимальный необходимый пакет. Что им необходимо? Им необходима техника, причем техника необходима и трактор, и пассивной какой-то комплекс, и какая-то почвообработка, какой-то там минимальный опрысквитель, если это необходимо. На технике, наверное, должно быть установлено специальное оборудование, которое позволяет... И они хотят две и две вещи. Где моя машина находится, фактически на карте, на точке, как она работает, работает под нагрузкой, без нагрузкой, какие у нее там КД ошибок, исправна или неисправна она, и минимальное там, как уроженец она дает. То есть, в принципе, да, вот если не заглубляться в какие-то технические термины, что необходимо? Представьте, что у вас комбайн. Что необходимо в комбайне, кроме технических характеристик? Это количество зерна, которое набирает. Зерно, опять же, может варьироваться от влажности. Влажное зерно, сухое зерно, разная масса. То есть, качество зерна, заполняваясь бунтами и так далее. Поэтому два простых датчика. Датчик, где находится у вас машина, и второй датчик, датчик урожайности, ну, соответственно, с датчиком влажности, чтобы посчитать, сколько суммарно эта машина намолотила или сколько машина собрала. Если у вас кормо-уборочный комбайн, соответственно, необходимо мерить, ну, какой качественный состав идет, сколько там сахара, сколько протеина и так далее в укосе, который вы производите. То есть, самые простые вещи. Дальше все отношения он строит с дилером. Правильно я понимаю, что такие же датчики или подобные датчики устанавливаются и на трактора, и на прицепную технику или нет? В основном все это идет на... Основные датчики стоят на машинах, на тракторах. Да, и через систему Изобаса, и универсально, да, то есть абсолютно все производители общаются по протоколу Изобаса, и все прицепное оборудование, которое использует... Не все, допустим, да, новое оборудование, которое использует собственник бизнеса, оно просто прицепляется к трактору, и трактор видит это оборудование и передает всю информацию, но через него. Ну, получается, что ценности уже есть, да, в том, что я понимаю, как работает мое оборудование. Но, наверное, основная ценность не в том, что я знаю, как работает мое оборудование, а в чем-то другом. Абсолютно точно. И вот здесь мы вступаем, опять же, в новую эру. Мы перешли от продажи именно оборудования, да, вступили в продажу технологий, а технологии подразумевают сервисы. Какие сервисы могут вам оказывать? Какие? Здесь очень широкий спектр от того, насколько вы хотите быть интегрированным. Есть абсолютно большие компании, то есть полноценные компании, системные компании, у которых собственный штат агрономов, инженеров, которые знают свои поля и которые, в принципе, используя информацию, которую мы даем, про которую мы с вами говорили, они делают анализы необходимые, делают, скажем так, определенные управленческие решения и так управляют своим бизнесом. То есть мы со своей стороны, как производитель, да, предоставляем технику, да, и данные, которые эта техника собирает. Объединяем все в этом определенном интерфейсе, и дальше у клиента есть в зависимости от того, какой у него размер, какой у него подход к ведению бизнеса, предлагаем. Либо ты принимаешь решения самостоятельно, либо ты используешь какие-то третьи компании. Какие это компании могут быть? Есть на рынке компании, которые предоставляют следующие данные, следующие услуги. Первое — это картирование, да, то есть картирование периметра полей мы предоставляем, да, через технологии. Определение урожайности мы даем. Внесение норм удобрений или средств защиты, там мы это все даем, химию все. Дальше, как с этим работать? Вы все сделали, вы данные собрали, теперь какая-то опытная, умная голова должна сказать, нет, здесь мы должны использовать другие средства защиты растения, здесь мы должны использовать другое окно высева, здесь мы должны использовать другую структуру, а здесь мы должны сделать еще какие-то операции, допустим. Но получается, что это дается на откуп клиента самого? Да, и тут клиент принимает решение, либо он нанимает третью какую-то компанию, агроконсалтинг, да, и агроконсалтинг, используя тот опыт, который у них есть, они принимают решение, не принимают решение, а рекомендуют, да, по клиентам решать за них. Либо он может выставить так отношение с дилером, который поставляет технику, и дилер, если у него есть такая возможность, да, если у него есть в штате агроконсультант, может сделать предложение, да, к определенному собственнику бизнеса, какие конкретно операции мы необходимо проводить. То есть здесь все зависит от подхода самой компании и от возможностей дилера, кто вас обслуживает. Понятно, спасибо. Еще тогда вопрос. Очень логично напрашиваешься, вот именно в данный момент, да, очень понятно, теперь уже, да, понятно нашему телезрителю, что означает точное земледелие. Нас сейчас смотрит конкретный человек, у которого какое-то количество земли, которое возделывает сегодня, ну, используя традиционно так, как земледелие, принцип земледелия, который он использовал там давным-давно, да, или использует сейчас. Что конкретно ему, какие шаги ему нужно предпринять для того, чтобы начать шагнуть в это будущее? Что? Для начала он должен поделиться, как он развивается. Это будет постепенный, плавный переход, либо это будет переход быстрый. Потому что, опять же, размера компании, это определенный процесс, да, то есть вы должны этим заразиться. Мы прекрасно понимаем то, что еще лет 10 назад, все профессионалы поймут, да, система параллельного вождения лет 10 назад не воспринималась никем. Параллельное вождение — это когда-то трактор управляется на поле не руками оператора, да, а по определенной программе идет. Лет 10 назад, когда мы анонсировали эти все новинки, воспринималась с неким скептицизмом, да, таким, с недоверием. Но вот как внедрение в нашу жизнь смартфонов сейчас, если я вот сейчас говорю, да, что есть такая вещь, все воспринимают как норматив, и на большинстве машин это присутствует. То есть здесь готовность, ваша готовность шагнуть в будущее, ваша готовность контролировать свои расходы, ваша готовность сделать вашу жизнь проще, потому что вы будете видеть через экран монитора, что происходит с вашим парком, вы будете видеть, что происходит с вашим бизнесом. Ваша готовность заразить ваших людей, которые работают на вас, да, потому что любая техника отключается банальной кнопкой и уже не работает, если не знает выгод оператор, работающий на этой машине, либо агроном, который использует данные. То есть в любом случае мы собираем данные, предоставляем данные, и дальше уже вы принимаете решения в рамках управленческих решений. Поэтому вы должны этим загореться. И должны понимать то, что туда идет весь мир. И все глубже дальше интегрируют решения, то есть решения от опыта, который только у вас в головах, от опыта, который только у вас в руках, переходят уже от опыта, который собирается по всему миру. И здесь уже это... Вот в этом и есть залог успеха данных решений инвестиционных. Михаил, у нас уже не так много времени осталось. Вопросов, конечно, еще очень много. Но если очень лаконично, есть ли сегодня у вас примеры подобного внедрения в нас, в России? Конечно, все больше и больше их очень активно в этом направлении развиваются южные территории. Это Краснодарский край, это черноземные регионы, где клиенты, где самая высокая конкуренция. Понятно, где мед и пчелы, где у нас сахар и, скажем так, те, кто его очень сильно любит. Поэтому да, на этих территориях все больше и больше клиентов использовать металл. Можно посмотреть с разной глубиной интеграции, но в принципе они уже присутствуют. И я больше чем уверен, что сейчас те вещи, о которых мы с вами говорим, лет через 10, если кто-то вдруг найдет эти записи в интернете и посмотрит, скажет, ну это такие банальные вещи, о которых каждый из нас знает. Просто пока они воспринимаются с определенной опаской, с определенной, скажем так, с долькой скептицизма, которая со временем будет побеждена. Ну, это нормально. Мы прекрасно знаем, что есть люди-новаторы, которые первые внедряют новинки, а есть люди-консерваторы, которые до последнего. Так вот, у меня вопрос, что можно сказать тем самым, ну уже не новаторам, новаторы, наверное, уже сделали шаг в это будущее, они уже в нем находятся частично или полностью. Что можно сказать сейчас последователям и особенно, наверное, консерваторам? Что бы вы сейчас сказали? Я бы предложил присмотреться повнимательнее к тенденциям, которые происходят. Я бы предложил им посмотреть внутрь себя, заглянуть и узнать вот у себя внутри, насколько вы хотите быть спокойным в вашем будущем, насколько вы хотите убрать от себя весь эту неопределенность, которая происходит вокруг вас, насколько вы глубоко смотрите и видите свою компанию внутрь, через определенную призму, где находится ваша техника, как она работает, насколько четко вы понимаете управление всеми расходами. Я бы порекомендовал это и порекомендовал бы поговорить с теми производителями, сельхозтоваропроизводителями, которые уже в этом направлении развиваются. Попытаться поделиться опытом, потому что мы часто видим, новаторы делают, новаторы рискуют, получают результаты, и потом это распространяется очень быстро, как такой хороший вирус, потому что хорошее не нужно рекламировать, хорошее рекламирует само себя. Мы с вами обсуждали тематику технологий будущего, точное земледелие как залог прибыльности сельхозпроизводителя завтра. Очевидно, что это тема, которая только начинает обсуждаться, что эта тема будет находить все больше интерес в будущем у нашего труженика полей, у тех, кто возделывает, у тех, кто занимается бизнесом в сельском хозяйстве сегодня. С нами был Михаил Маклаков, директор по маркетингу компании «Джендир» по России и странам СНГ. До встречи в наших новых программах. Смотрите, будет интересно. Субтитры подогнал «Симон»!